Информационная война Главного штаба информационной войны Украины Который давно нацелил свои стрелы В сторону страны гор Благо для них, что для реализации атак У них есть целый эшелон иммигрантов Дагестанских спикеров Бежавших из России на волне Либо самовнушения, либо реальной угрозы Для их свободы и безопасности Это преимущественно представители радикальной Религиозно-политической и сепаратистской мысли Которые однозначно настроены русофобски Беспристрастность им не грозит Это потому их тезисы грешат лживыми посылками И чрезмерными фривольными Неотягощенным аналитическим инструментарием выводами Воин, который эмоционально взвинчен Всегда проигрывает Это даже мальчишка, насмотревшийся Китайских боевиков знает А Аллах любит беспристрастных Коран Кстати, выше чем недавно в фильме Где украинский ведущий Накидывает в одну кучу тезисы Главная линия была Она, русофобия Необходимость оторваться от России Которая и тут приводится Следующий список преступлений Не дает развиваться языками культуре Запирает нашу историю Захватила всезначимые культурные ценности Народа Дагестана Искусственно держит в черном экономическом теле Республику Кое с чем нельзя не согласиться Родные языки и история родного края Действительно с постсоветского времени Реально испытали на себе Удар либерального подхода Который следует принципу глобализации Стирания культурных и этнических особенностей Традиционных ценностей Ориентированных векторов Но при чем тут Украина? Сама ставшая оплотом Крайне либеральной политики Под кураторством Запада И англосаксонского мира С уничтожением инакомыслия И этнического многообразия Запрет русского языка из той же оперы Вас не смущает, что все это вещается с ее поля? Меня да Я объясню вот почему Всегда важно понимать Это главное восприятие Общественно-политической действительности Главный вопрос Кому это выгодно? Выгодно это конечно не Дагестану И Северному Кавказу И даже не Украине Которая во всей истории Последних десяти лет Является расходным материалом Англосаксонского мира С ее ложами Клубами Хизбушайтанами Которые пользуют Кавказских мигрантов Для своих Больших игр Кровавых игр Как хорошо Когда ты знаешь историю Дальше своего носа Ну хотя бы столетней давности И чуть более Хотя бы Вот смотрю я на эту историю И диву даюсь Как все повторяется Горские республиканцы Гацинские Бандеры Бергманы Все кто пользовался деньгами И убеющими идеями Запада Турецкого берега Немецкого Английского Запада Не столь важно Хотели добра Казалось своим Но лили-то воду На чужую мельницу И играли под Иностранную дудку Кстати Быстро проигрывали Причем с треском Быть хозяевами Своей страны Говорят мигранты Спикеры Имея ввиду Страну гор А кто мешает У нас есть парламент Есть конституция республики Есть политэлиты Берите больше суверенитета Как это сделал Татарстан Бывший старый КГБшник Много повидавший На своем веку Не буду называть его имени Рассказывал мне Что Мы сами отказались От многих суверенных начал Значит что Русские Виноваты Опять Советский период Поголовная грамотность Сохранение культурных кодов Кубачи Гацатль Болхар И другие Благодаря созданию Советских артелей И комбинатов Десятки картин о Кавказе Подарено нашим музеем Да Кое-что и вывезли Голова Хаджа Мурата Который участвовал В убийстве имама Гамзатбека Потом перешел К Шамеле Да Герой Но опять же Неоднозначный Но голову надо вернуть Большинство населения Ждет развала России Но это смешно Честное слово Где результаты Социологический вопрос Нет Тогда давай До свидания Вы видели Как роскошно Стали Дагестан Зажить последние 20 тучных лет Бизнес расцветает Да Ну и коррупция Но с Украины Ли это нам вещать Которая по уровню коррупции Кого хочет Обставить Дагестан в тренде роста Сельское хозяйство Туризм Имидж Опять же Не без рисков Проблем и загвозды Давайте вместе Решать Но не из-за бугра А приходите И помогайте Девочка Которая выругалась В адрес президента России Это в рамках Социологической погрешности Ребенок попавший как раз Под обстрел информационных атак Украины Практически жертвой Информационной войны Это пример Крайне неудачный Растиражированный Самими же Украинскими СМИ Удивительно Что тему беспорядка В аэропорту Не подняли Слабо Так как Украина Один из верных Союзников Сионистского режима Израиля А новость в тренде Про Палестины Верно бы прогадали Но прогадали по-любому Так как исторические примеры Как и фоничные Не выстроены Вряд с халтурили Вероятно предполагая Что для горского быдла И так сойдет Очень надеются Кукловоды Наших мигрантов На наше невежество Тупость И ярость Красной нитью мысль проходит Московиты во всем виноваты Московиты Которым писали просьбы О приеме в подданство Владителя Дагестана Еще задолго До Кавказской войны Или московиты Которые своими Ручками Подписывали Это Ленин Указа о миллионах рублей Помощи Или московиты Российские Которые опять же Не скупятся На уже миллиарды Траншей На древний Дербент Энергетику Водоснабжения Дороги Инфраструктуру Любой бред И дичь Можно занести людям Которые не читали историю Не способны Мало-мальски Размышлять И анализировать Что дальше С кем Как Эти вопросы Не для них Кураторы им разрешают Говорить только то Что сказали Нужно взбудоражить Массы Закинуть им Семя сепаратизма И русофобии Остальное получится Как они думают По киевскому Сценарию Не хочу утомлять вас Бомбежкой Всех тезисов Это заняло бы Много времени И в рамках одной Авторской программы Не сделаешь Их накидали В этом фильме Все в одну кучу Смешав В один компот Хотя Следовало бы Отделить Хотя бы Имперский период Советский Постсоветский Народу может И одни Но разные Идеологии Подходы Стратегии Отсюда и разные Цели Задачи Естественно Результаты Разные Аналитика Это не про наших Ораторов Некоторые из которых Мне лично знакомы Один из них Парень талантливый Но малость Недопонимает А потом Его нахождение За пределами Дагестана Немного сбивает Его ориентиры Надо бы Скорректировать Огонь На 180 градусов Но он Вестима Не может Это сделать И дело Не только В политической И исторической Близорукости Невежестве Но и в том Что кусать руку Кормящую Он и его Соратники Не станут А так Если одумаются Можно было бы Вернуть его В лоно Дагестанской Патриотической Мысли Но Есть проблема Есть проблема Кто подберет Дагестан Когда его Отколют От России И что будет Со всеми нами Сатана хитрил Но Аллах Хитрее Ну что сказать Дилетанты Пытаются Рассуждать О глубинных Геополитических Исторических Процессах Есть ли Среди спикеров Этого фильма Хоть один Историк Культуролог Геополитик Политолог Понимающий Суть времени И событий В регионе В связке с геополитическими рисками И желает ли он Нам добра Сомневаюсь Они не ведут Что творят Хотя некоторые из них Может и ведают Контент Предназначен Ну уж совсем На непритязательную публику Молодежи От 14 до 35 лет Продукт преимущественно Постсоветского Хаоса Где никто Ни за что не отвечал А целое поколение Выпало из Парадигмальной Вертикали Мы очень хорошо Понимаем Процессы в Дагестане Активно Уже 20 лет Я профессионально Слежу за ходом И течением Политического времени В республике И могу сам им Рассказать О проблемах И говорю о них Кстати В своих материалах Слава богу И имею такую возможность Не замалчивать И вскрывать Не всем Это нравится конечно Но что поделаешь У нас очень много проблем И во многих из них Виноваты мы Сами Дагестанцы Мусульмане А не русские Это подлинненькая И слабенькая Тактика Все спихивает На старшего брата Так называемых Окупантов Колонизаторов Она контрпродуктивна Процессы о которых Говорят Наши друзья Имели место 200 150 130 30 лет назад Понять бы Какой именно Русский Виноват В наших бедах Царский сатрап Советский чекист Или либерал Ельцинского розлива Или только Путин Расщепляйте Друзья И будьте здоровы И самое главное Берегите мир Стабильность И конечно Оставайтесь С людьми Не скажешь Кто твой знакомый Вот это Нет Не скажу Если нужно Он сам выйдет На меня Я есть Вконтакте В телеграме И вот здесь Моя почта